Вот мы на Иссюфталь днём. Это музыка. Это причина, почему мы отсюда уезжаем. Появился сосед, уже больше месяца просто вынос мозга. И днём, и вечером, и ночью, к сожалению. С пятницы, с субботы мы не спали. Жили, вызывали полицию, штрафовали его. К сожалению, соседи не подключаются особо к этому процессу. Он на пособии, он на учёте стоит, на социальном пособии, который бы вообще все подменял. То есть он себе спокойно днём отсыпается. Вечер, ночь у них начинается самая жизнь. Если ты работаешь и учишься, конечно, в квартире находиться просто невозможно. Мы пытались бороться, там даже вышли на участкового, он с ним имел разговор, но всё это бесполезно. Очень просто бесполезно. К сожалению, у нас всё устраивает. Тут квартира, хозяин. Приходится из-за этого уезжать. Мы нашли новую квартиру. Да, с пятницы на субботу, ещё раз говорю, мы не спали практически. С мужем не в два включались, полицию вызывали. В общем, у нас такая жизнь. Одна из сторон жизни в Израиле. К сожалению, это музыка, эти все караоке, это всё не регулируется вообще. Вообще никак практически. Это каждый день нужно вызывать полицию. Они пока приедут, потом отзваниваются. В общем, целая история. Мы в субботу вечером позвонили, когда шебат вышел. Нам в одну из квартир, которые мы смотрели с мужем. И мы переезжаем. Сейчас я занимаюсь. Я взяла хоффиш. Ну, то есть, несколько дней отдыха, и я переезжаю сейчас. Ну, собираюсь. Собираюсь. Муж на работе. В общем-то два дня я всё перебираю. Сейчас за коробками поеду. То есть, жить невозможно стало. Так вот. Это всё продолжается и вечером, и ночью. У них ещё караоке там поют просто. Ну, вот это социальное пособие. Вот это проблемы всего. Вот это основа. Люди ничего не делают, а законов там регулировать их поведение и жизнь просто-напросто нет. Спасибо.